Воспоминания о Байконуре, о первых запусках, о космосе. Эти седовласые мужчины с военной выправкой и орденами стояли у истоков космической отрасли. 12 апреля 1961 года, день первого полета человека в космос, помнит, словно он был вчера. Когда запустили Гагарина, конечно, это было что-то невероятное. Праздновала не только, ну, конечно, страна вся праздновала, а мы там на Байконуре тем более. И были представлены всех наградам. Я был лейтенант еще на то время, присвоили старшего лейтенанта, наградили премией 100 рублей. Это большая премия в то время, было 100 рублей. В юбилейный 60-й день космонавтики Одинцовский историко-краеведческий музей принимал почетных гостей – ветеранов космодрома Байконур. Воспитанники клуба «Изумрудный город» и Старогородковской школы-интернаты подготовили фотозону для праздника, украсив ее своими рисунками. Депутаты-единороссы поприветствовали ветеранов космической отрасли. Хотел бы обратить внимание всех, кто сейчас выбирает профессию, те, кто находится в период выбора определения своего будущего. Это космическая отрасль одна из тех, которая будет прогрессировать на протяжении всего будущего времени. И тот, кто будет в нее увлечен, тот, кто станет в ней профессионалом, безусловно, обретет очень интересную и значимую работу. О космосе и космических кораблях, о первом полете и легендарном «Гагарине» повествует экспозиция, открытие которой приурочили ко дню космонавтики. Теперь ее дополняет уникальная частная коллекция тематических марок. Память о великом труде советских ученых и первооткрывателях космоса передается из поколения в поколение. Нам бы очень хотелось, чтобы космос был, конечно, ближе к нам. И, вы знаете, то, что делается во имя мира, мирной жизни, вот это, наверное, на сегодняшний день самое главное. И, конечно, их поблагодарить, сказать обыкновенные земные слова и пожелать здоровья, счастья и благополучия. Полина Бахова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова